МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 21 июля 1906 года самарский губернатор Иван Львович Булок возвращался из губернского правления к себе домой. Он ехал в открытой пролетке по Воскресенской улице. Прямо перед его глазами блестела Волга. В воздухе стоял запах гари от недавних пожаров. Иван Львович недовольно хмурил брови. Его все больше беспокоили беспорядки в городе. До взрыва оставались считанные минуты. Я Михаил Перепелкин. Обо всем последовательно и достоверно. Иван Львович был назначен самарским губернатором 3 февраля 1906 года и стал 13-м руководителем губернии. Поднаторевшего в деле борьбы с беспорядками в разных регионах страны министр внутренних дел России напутствовал его так. Назначил вас не скрою в очень трудную губернию. Там неспокойно и администрации надлежит быть твердой. Блок решительно пресекал антиправительственную деятельность. Организовал широкие аресты. И даже сам выезжал на подавление крестьянских бунтов. В конце июня 1906 года на Поволжском областном съезде партии эсеров Блоку был вынесен смертный приговор. Жребий привести приговор в исполнение выпал рабочему столяру Григорию Фролову. Блок ездил по городу открыто, просто без всяких сопроводителей. Пролет к губернскому начальнику свернуло на Вознесенскую, и тут к ней подбежал молодой человек и бросил под передок бомбу. Раздался оглушительный взрыв. Безжизненное тело губернатора под брошенной взрывной волной упало на мостовую, на рельсы конки. Во всех близлежащих домах вылетели стекла, а стена и мостовая были забрызганы кровью погибшего. Спустя полчаса после взрыва и это место, и все прилегающие улицы запрудила многотысячная толпа. Тем временем 20-летний убийца Григорий Фролов с забрызганной кровью одеждей с револьвером в руках бежал вниз к Волге. Но на цели он не добежал. Там, на углу Заводской и Преображенской, его задержал городовой. Погибшего губернатора отпевали 23-го утром в Кафедральном соборе. А убийца был приговорен к 20-ти годам каторги, но уже через год бежал и по пути в Петербург провел один день в Самаре. Уже после революции Григорий Фролов не без гордости вспоминал проведенный им теракт. Он писал, кто был самарский губернатор, я не знал. Да и не это было для нас важно. Важно было другое, что он представлял грубый монархизм и, убивая его, партия возобновляла прежние методы борьбы. Так произошел первый серьезный теракт в Самаре, жертвой которого стал губернатор. Предыдущие 12 самарских губернских начальников умерли в преклонных годах своей смертью. Говорите своими улицами. С вами был Михаил Перепелкин.